денис приветствую тебя привет торговая сессия среды как раз в преддверии заседания американского регулятора наша встреча очень хорошо то что мы можем обсудить и заранее такое важное фундаментальное событие потому что понятно что именно она будет основным катализатором рынка может быть даже не только сегодня на перспективу ближайшего времени потому что очень часто такого рода громкие события задают прям такую трендовую динамику я рассчитываю на то что то тенденция которая сложилась принципе мы подчеркивали что доллар будет пользоваться спросом она и дальше будет такой же неизменной ну по крайней мере я сегодня уточню с твоей помощи именно перспективы доллара и будет здорово если ты с точки зрения техники если у тебя конечно в твоем представлении того что произойдет ничего не изменилось если ты с точки зрения техники тоже отметишь наличие или сохранение потенциала для дальнейшего роста доллара ну заранее ты будешь смотреть в этом направлении то есть в плане роста локально пожалуй да я в принципе на прошлой неделе тоже смотрел в плане роста по индексу доллара вот его конечно очень как-то грязно сделали через сколько там три или четыре ложных пробоев вниз но тем не менее все равно да да пошло но там тоже есть свои нюансы в общем покажу те уровни на которые вот больше сегодня понял фундаментально я уже понимаю о чем ты даже будешь говорить ну ладно чтобы немного прояснить фундаментальной ситуации напомню что сегодня очень насыщенный день принципе как будет насыщенный конец этой неделе мы ждем сегодня предварительно отчет по рынку труда в сша эдпи выйдет также еще до заседания федеризерва отчет асм производственного сектора и собственно главный фундаментальный герой это самый американский регулятор заседания двухдневная вчера принципе стартовала сегодня будет продолжена и сегодня будут подведены итоги ставка прогнозы по экономическому росту по инфляции и все это дело будет приправлены еще и приз конференции глава американского регулятора жирома паула ну я думаю что все прекрасно понимают особенно те кто следит за фундаментальным фоном что ставка она точно не изменится она останется на прежнем уровне 5 5 процентов поэтому в целом трейдеров сам факт оглашения ставки вообще не грамм не интересует потому что там ничего не смеется важны именно прогнозы комментарии оценки и видение предрезерва потому что будет с монетарной политикой до конца этого года и здесь вот уже каждое слово каждый тезис даже каждая эмоция интонация все это будет считываться и те кто опять же окажется провора неактивен они смогут считать то что нужно и мы распорядиться этим фундаментальным фоном непосредственно в трейдинге я долгое время уже на своих собственно брифингах с тобой когда мы обсуждали перспективу доллара отмечал что американская валюта довольно неплохо смотрится как кандидат на серьезный рост потому что у этого роста есть конкретная фундаментальная причина не может американская валюта с долгосрочно снижаться ну или даже среднесрочно когда мы понимаем что ставка американского регулятора остается высокой тех условиях когда другие центральные банки разных стран по сути обещают нам уже снизите эти ставки уже по итогам июньского заседания когда-то отношения фрс мы тоже обсуждали возможность снижения ставки в июне но сейчас понимаем что это было так давно и изначально так не реалистично что сейчас все эти вот прогнозы того что федрезерву нужно переносить сроки смещения политики они реализуются причина высокая инфляция и американские регуляторы не может позволить себе смягчить политику инфляция сша остается на уровне три с половиной процента сегодня кстати ну можем перейти к демонстрации экрана предлагаю как раз разобрать доллар индекс доллара у меня открыт уже многомесячный максимум если взять максимум текущей торговой сессии это уже как бы значение которое последний раз мы наблюдали в ноябре прошлого года 106 30 это на мой взгляд еще не предел будет еще выше уже в рамках сегодняшней сессии но это мой прогноз и до конца этой недели потому что сегодня точно паул будет говорить о том что инфляционные риски ставятся высокими мы не можем позволить себе смягчить политику лучше удерживать высокой и следить дальше за фундаментальным фоном замах экономическими отчетами ну пусть и следит когда выйду через меньше чем через две недели данные по инфляции мы убедимся то что инфляция сша выросла уже четвертый месяц подряд я думаю что будет даже 36 или 37 процента и в таких условиях американскому регулятору даже можно будет уже начать забрасывать на рынок идейку о том что может быть снова поднять ставку не говоря уже на ее снижение ну этот сценарий наверное самый супер оптимистичный для покупателя я все-таки на то что пресс поднимет ставку не рассчитываю но мне достаточно того наверное как и другим регуляторам что так будет оставаться высоко в течение долгого периода времени сентября кстати вот буквально сегодня утром смотрел вероятность снижения ставки уже 37 процентов это это мало это говорит о том что фактическое снижение может даже быть вообще в конце этого года качестве резюме по индексу доллара оптимист жду пробоя отметки 106 и 4 и соответственно движение выше если сегодня не выгорит с федеризирован то будет еще он парк рост пятницу который точно может случае неплохих данных подогреть интерес к американской валюте и помочь уже году начать обосновываться где-то выше уровня 106 и 5 так европейская валюта но разумеется зеркально сейчас котировки 106 50 мой долгосрочная цель 105 трейдеры все больше говорят о контрасте в политике и cb фрс мы прекрасно понимаем и можно даже сделать вывод о том что этот контраст усилился за последние торговой сессии если сравнивать данные по инфляции и например по темпам экономического роста вот в сша инфляция три с половиной процента экономика оказала продемонстрировала не такие темпы как ожидали участники рынка потому что мы видим то что на экономику давит все-таки высокая инфляция и нужно федрезерву решать проблему с зашкаливающим индексом потребительских цен через жесткую монетарную политику а вот в что касается европейской статистики у и цб обновленные данные которые вышли буквально вчера базовая инфляция еврозоне снизилась 2,9 до 2,7 процентов еще один месяц такого тотального прогресса все ближе к целевому ориентиру 2 процента экономика показала роста лучше чем ожидали эксперты здесь идеально устоит для того чтобы в июне ставка была снижена я предлагаю здесь как и раньше удерживать шарты и ожидается уровень который отметил 105 и по золоту здесь обозначить тенденцию то что я в принципе продавец по этому инструменту я считаю что золото даже сейчас остается перекупленным пока американский регулятор не изменит свою точку зрения касательно процентных ставок золото будет позиционно под давлением потому что не будут снижаться доходность американских облигаций на мой взгляд то инвестором лучше бы сейчас работать с облигацией ниже чем золото я бы так сказал что тенденция вниз цель примерно 2200 потенциально ниже но если хочется прям получить более аргументировать точку зрения аргументированную на открытие короткой позиции я рекомендовал смотреть на рыночный сантимент всем клиентам о маркетинге доступен простое отношение покупателей продавцов когда увидим значение 70 того что трейдеры находятся покупках тогда можно будет шортить пока соотношение сантимента 60 на 40 ну ситуация может очень быстро измениться ну а те кто уже например продажа по золоту я вас абсолютно поддерживаю в этом друзья и честно говоря уверен то что золото скорее пойдет вниз нежели чем развернется я предлагаю вот на этих инструментах остановиться чтобы уже не быть не распыляться на большее количество активов посмотрим другие активы инструменты следующий раз если ты не против слова тебе логично вполне так хорошо так сейчас загружается демонстрация то видно да да супер значит по поводу евро евро у нас достаточно классическая сейчас делать движение то есть коррекцию сделали у нас вверх подошли к самой ближайшей зоне продавцов продавцов вот она у нас было чуть-чуть кстати говоря не достали еще до контрольной маржи значит в целом да я по ним я понимаю прекрасно то есть как какой какие перспективы дальнейшего движения с точки зрения доллара ну а то есть что да там могут сделать конечно еще домой ниже мне есть на всякий случай диапазон вот в районе 105 здесь кстати говоря у нас находится нижняя граница нисходящего канала то есть очень хорошо это видно видно также где предыдущие находятся у нас поддержки но здесь вот есть нюанс дело дело в том что могут нам сделать одну такую подлянку очень них не хорошую дело в том что внизу накоплен объем тоже достаточно неплохой это называется рейтинговый профильный объем то есть на протяжении всего контракта это второй по величине который был накоплен сейчас цена как раз торгуется в области 1 2 маржи что часто сигнализирует ну скажем как локальный локальный отскок вверх при этом здесь у нас еще и есть опционы которые правда истекать у нас будут истекают послезавтра в пятницу это меченые будут опционы которые как типа хеджа работают поэтому сегодня конечно я очень не люблю такие дни потому что это как игра в угадайку будет но в целом могут здесь добить например ниже то есть если сделать по импульсу добой сделать добой ниже и затем затем уже пойти на разворотку как минимум на локальный отскок вверх потому что но у меня есть сомнения касательно того что насколько насколько сильным могут делать вот этот вот нижний добой может быть контрольные маржи в принципе подойдут но в целом как вот эта вся структура она выглядит именно как коррекция но вот здесь вот накоплен достаточно серии серьезный уже объем поэтому здесь буду на него внимательно смотреть если вот аналогию проводить например с индексом доллара по индексу доллара здесь в чем разница мы подошли к локальному максимуму который как раз нас будет ближайшим сопротивлением по евро у нас здесь буквально ну чуть больше половину движения которое сделано от верхушки вот поэтому следовательно здесь вот такая двуякая ситуация что мне не нравится но при этом по доллару у нас есть еще уровень верху 107 и поэтому самый главный вопрос а будут ли добивать вот к этому уровню потому что коррекция по баксу у нас выглядит вот в таком виде то есть она в принципе ну не ничего тут такого мне нет единственное количество ложных выносов конечно да но скажем не у не очень вдохновляет но в целом все таки короче буду смотреть либо либо через домой вот так вот вверх мы пойдем и по и потом на хороший отскок ниже потому что в принципе у нас рост индекса доллара уже заложен в цену то есть заложен в то что в перспективе будут добивать но ты либо какой-то дадут здесь может там не доход сделать или еще что то и потом аналогичного так не соскочит поэтому вот по евро у меня просто ваш дергается рука тоже вот этот момент показать что чуть пониже могут там где-то 06 может 35 отсюда попытаться отскочить вот так вот вверх поэтому если честно я не уверен что нам прям сильный какой-то импульс дадут потому что либо прямо сейчас на лака на локальном сопротивлении индекс доллара находится либо все-таки через 107 то есть вот такая двоякая ситуация с учетом того сколько у нас ложных выносов последнее время делают и ну таких вот скажем флетовых движений то лучше учитывая здесь оба варианта вот по золоту здесь все гораздо проще движение вниз то есть у нас в рамках глобальной коррекции как было так и происходит поэтому здесь единственный момент будет ли коррекция если коррекция будет у нас есть уже сформированная четкая красивая зона продавцов она у нас вот в таком виде вот одну вторую маржи кстати говоря уже отработали в новая зонка у нас выглядит вот так 2320 2346 и даже если там будет к ней подход то дальнейшее движение у нас направлено вниз там ближайшая цель находится в районе уровня 2200 поэтому диапазон хорошая эта область ключевого накопления еще с прошлого фьючерсного контракта и плюс сюда также попадает еще и некоторые опционы хеджи часть из них будут экспирироваться у нас послезавтра в пятницу и часть у нас с более дальних контрактов там с экспирацией в июне либо в июле вот поэтому там есть еще куда падать в общем по золоту у меня здесь вообще никаких изменений нету движение вниз у нас приоритетно как было так и остается но вот касательно индекса доллара то здесь могут быть сюрпризы поэтому лучше на всякий случай учитывать вот такую разводку с ложным пробоями или же тогда уже пойдут по полной программе вверх в район 107 и потом оттуда уже сделают полноценный разворот вниз ну соответственно по евро приблизительно аналогичный сценарий только в зеркальном виде и не спасибо за рекомендации ждем фрс тебе безусловно тоже если будешь работать по факту событий но я думаю что точно будешь хороших трейдов прибыльных сделок тебе и всем нашим подписчикам тем кто следит за нашим совместным контентом но обсудим тогда результаты в следующую среду я думаю что точно будет о чем поговорить потому что на мой взгляд волатильность будет очень высокой вот до конца этой недели ну что на этом можно тогда сегодня закончить еще раз хорошего закрытия недели тебе наш подписчикам да то есть спасибо большое тоже всем желаю успешно торговать эту очень непростую неделю до встречи